Сегодня вы узнаете, почему болят суставы, как и чем их лечить, и при чем тут печень, и о многом другом. Буду краток лаконичен, самая суть. Для лечения суставов первым делом надо наладить отток желчи из печени, как это кому-то странно мне покажется. При чем тут желчи печень? Дело в том, что при проблемах с оттоком желчи уменьшается усвоение жирорастворимых витаминов, некоторые из которых напрямую связаны с построением костно-хрящевой ткани. Перечислю некоторые прямо и косвенно влияющие на эти процессы. Витамин Е очень важен. Омега-3, хотя это не витамины, но все же полиненасыщенные жирные кислоты, я имею в виду, предельно важны. При нехватке желчи очень плохо усваиваются витамины Д3 и К2. Напомню, витамин Д3 поставляет, как бы проводят кальций в костную ткань, ну для хрящевой тоже это необходимо, а К2 не дают кальцию выйти из кости. Более того, при недостатке желчи возникают воспаления, в том числе в суставах. То есть это не только проблемы грибков, хотя кандида здесь на первом месте стоит, ее наличие в организме, я имею в виду, системный кандидоз, когда поражены многие уже внутренние ткани, в том числе и суставы. Но до этого мы еще дойдем. Так вот, что делать? Желчегонные средства, натуральный чеснок, например, лучше желчегонное средство, ну из повседневных продуктов даже питания, так скажем, да? Кому чеснок нельзя по какой-то причине, ну желчные соли есть, принимайте. Принимайте желчегонные травы, у меня были на эту тему тоже, видео можете посмотреть. У кого дискинезия желчевыводящих путей, перегибы, это висцеральный массаж, обращайтесь к специалистам. Что еще необходимо? Я очень советую перейти на интервальное питание, то есть в 6.18, об этом у меня было видео, сейчас об этом не буду. Ссылку на все то, что я говорю, оставлю вам под этим видео, да? То есть будут ссылки на видео и на те или иные нужные товары, там, препараты, на все, о чем я говорю. Также я советую убрать из рациона питания все сладкое, сахара вызывают, во-первых, воспаление, во-вторых, кормят грибки, ну и по другим причинам. Так вот, веганский вариант кето-питания это идеальная диета в этом смысле. Вы спросите про длительное голодание, возможно. Да, это очень хорошо, но к нему надо правильно подготовиться. Во-первых, в любом случае убрать паразитов из организма есть всегда и у всех, вопрос в том, какие виды, каких органах и тканях есть, ну и количество их, да? По этому поводу у меня было несколько важных видео, есть изумительная антипаразитарная программа, далее нужно правильно подготовиться уже к голоданию. Об этом у меня тоже было видео, чтобы люди не делали ошибки. Правильное лечебное голодание называется, вот, пожалуйста. И это было, что называется, во-первых. Во-вторых, необходима разработка суставов движениями, а обязательно, без этого добра не жди, что называется. В этой связи скажу немного про остеоартрит, или по-другому это заболевание называется деформирующий остеоартроз. При данном заболевании происходит поражение крупных суставов, ну, которые несут большую нагрузку. Усугубляется это положение дел большим весом человека. Чем больше, тем больше нагрузка на суставы, нужно снижать жировую излишнюю массу тела в любом случае. То есть, хватит жрать, как говорила Майя Плесецкая. Эти поражения сустава вызывают боль и сковывают движения, особенно с утра. Вот, кстати, у кого с утра прям тяжко ходит, там ломит, здесь тянет, а потом вроде расхаживаешься и всё в порядке. Ну, вот это первый звонок, а может быть уже и вторая стадия, так сказать, имейте в виду, не надо ждать до последнего. В конечном счёте данные поражения, воспаления в суставах вызывают деформацию суставов. Почему они возникают, причин много. О некоторых уже сказал. Ну, плюс травмы в прошлом перенесённые. Всё это постепенно вызывает износ суставов. Я знаю, что сейчас некоторые будут злиться от дури своей, но истинная правда в том, что лучшее в плане восстановления суставов средства на планете, всё, что изобрели учёные, лучшее, это изобретение одной лаборатории учёных Новосибирского Академгородка. Я эту продукцию представляю. Это гель для суставов глубокого проникновения, когда даже первая и вторая стадии артритов, артрозов лечатся, проходят при постоянном, ну, долгом имеется в виду, несколько месяцев, разумеется, подряд, да, без перерыва применений. Вы хотите разобраться в этом, вот подробнее узнать про этот гель? Тогда вот моё видео, которое я провёл с доктором, представителем этой компании. Пожалуйста, потом посмотрите. Значит, на нашем сайте nadgar.ru, как и всё то, о чём я говорю, да, это вы можете найти и купить. Пожалуйста, отправляем в любые города России и страны мира. Идём дальше. Так вот, это первое необходимое условие, очень сильное действующее средство, да. Но при этом, разумеется, необходима разработка. В любом случае, движение в суставе надо поддерживать. Трудно ходить, плавайте. Трудно ходить, поднимайте ноги, крутите велосипед. Что угодно, движение на руки, ноги, на любые суставы, где есть проблемы, вообще на все группы суставов, необходимы движения. А почему ещё болят суставы? Дело в том, что при дефиците витамина С проблемы с суставами усугубляются. И вот в чём дело. Витамин С не только мощный антиоксидант, что, разумеется, правда, но он также помогает нашему организму производить свой собственный коллаген. Вот так-то. Более того, он убирает воспаление, поскольку антиоксидант. Очень важно, чтобы витамин С был в органической форме. Лучший из них, конечно, это концентрат, полученный полностью из растительного сырья, вот этот. Собственно, это единственная компания в мире, которая смогла сделать вот такой органический, концентрированный, жидкий витамин С полностью из растения и с полной сохранностью. Кстати, я очень советую принимать фульвовые кислоты, они помогут тоже абсолютно точно. Это и мощные антиоксиданты, и транспортные проводники, да, по сути. И мощная поддержка митохондрий. Видео о нём, пожалуйста, вот, потом посмотрите. Обязательно уберите из рациона питание сладкое. Всё то, что я перечисляю, если вы совместите, ну, в течение дня будете делать и то, и другое, и третье, то в этом случае результат будет, ну, близкий к 100%. Потому что каждое правильное действие, которое в любом случае, в меньшей или в большей степени, помогает, работает, накладываясь совместно, когда это не противоречит друг другу, а только дополняет, в разы усилит и ускорит восстановление, то есть регенерацию суставной ткани и межсуставной жидкости. Ну, а в-третьих, если условно разделить на группы, хотя первое, второе, это, видите, не один пункт туда входит, но, в-третьих, вода. Одно из главных условий гарантированного лечения суставов, как и любых болезней, это достаток воды, но ни чая, компота и тому подобное, ни жидкостей, ни растворов, а именно растворителя чистой воды. И в химическом плане чистой, но не менее важное, это то, чтобы вода данная обладала нужными для организма физико-химическими свойствами, близкими по свойствам клеточной нашей воде. Не надо заставлять организм переделывать эту неправильную воду, ну, скажем, ОВП, положительный на отрицательный, который необходим нашим клеткам. ОВП это окислительно-восстановительный потенциал. Значит, у меня было видео о воде, где я объяснял все физико-химические свойства, можете его посмотреть. И обязательно посмотрите вот это последнее видео о воде, которое было у меня на днях, ну, от момента записи вот этого видео, которое вы сейчас смотрите. Если вы в эту воду, ну, скажем, водородную воду, да, с повышенным содержанием молекулярного в ней водорода, плюс ОВП, заряженный отрицательно, там и так далее, добавите фульвовые кислоты и выпейте, например, фульвовые кислоты с кремнием. В данном случае, потому что для построения всей костно-мышечной системы, хрящей и так далее, необходим кремний в любом случае. Конечно, он должен быть в хилатной органической форме. Так вот, фульвовые кислоты я советую совмещать в этом случае так. Например, утром с кремнием, днём с цинком. Ссылки на товары и видео в описании. Так, далее. Очень важна антипаразитарная программа, я уже объяснял. Потом уже тогда от кандиды, надо избавиться от кандиды, программа на это тоже есть. Да, кто не в теме. Если язык даже, вот, по утрам серый-белый, кандидоз у вас есть. Если чешетесь, если есть какие-то или были какие-то выделения там и так далее, зуд, ну, понятно. Кандида есть, была практически у всех людей. Я говорю не только о кандиде Альбиканса, а вообще о других кандидах, в том числе, шире говоря, о дрожжевых иных и о плесневых грибках, микромицетах, то есть о паразитических грибках. Это очень тема серьёзная. Программу нужно проходить эту обязательно. Далее. А вот тут в четвёртых. Система упражнений. Выделяя её отдельно, я вам дам очень ценный совет. Есть такая программа, называется «Тысяча движений», ну, на все группы суставов, академика Моссова. Ну, что тут можно сказать? Это абсолютная академическая наука, это гениальный учёный, это абсолютно правильно, но не воспринимаете что-то одно, как панацею. В системе, применяя это всё, это не так много, поверьте. И в привычку всё хорошее тоже войдёт, если себя заставить в начале. Плохой это берёт над нами верх. Плохие привычки вредны. Ну, и значит, эти, при должном понимании и, так сказать, разуме, тоже возьмут верх и помогут вам. Это и профилактика, это и лечение. Ну, конечно, могут быть инъекции гиалуроновой кислоты в сустав, иногда это тоже важно и помогает, но это не значит, что надо расслабляться, ведь нужно менять именно причину, устранять, да? А не латать дыры, тем более временно. Итак, не дожидайтесь замену естественному вашему на искусственный сустав, не теряйте время, работает оно не на нас с вами. Поэтому уже сейчас надо начинать менять жизнь и меняться. Значит, ревматоидный артрит – это другое. Это аутоиммунные заболевания, да, там тоже идёт поражение суставов, но там уже есть некоторые, хотя общие вещи те же, в любом случае, ну, тут нужны системные другие решения в плане работы по иммунной системе, но это уже консультации. Консультация есть под видео, под каждым моим видео, в самом низу, где ссылочки, там есть запись на консультацию. Теперь, уважаемые товарищи, вот давайте так, видео то длинное, но оно очень важное, кому надо, посмотрят, но кратко, буквально минуту-две-три. Послушайте отрывок из того видео. Самое основное в нашем геле – это уникальная трансдермальная доставка. Это возможность глубокого проникновения активных веществ через кожные покровы, именно в зону боли, отёка и дегенерации суставов, за счёт очень малых размеров молекул. И именно вот этот малый размер молекул мы достигаем с помощью наших уникальных технологий, которые обеспечивают биодоступность этого геля. И я хочу подчеркнуть, что только гелевые структуры, не мази, могут обладать такой низкой молекулярностью и обеспечивать глубокое проникновение. Уникальность именно в этом, что за счёт настолько малых размеров молекул мы достигли именно вот этого глубокого проникновения, в чём и заключается трансдермальная доставка. Трансдермальная – это то есть через дерму. То есть он проходит настолько глубоко, что первые покровы идут у нас эпидермис, и вот он проходит легко и доходит до дермы, и благополучно может достичь зоны боли, отёка и дегенерации даже суставных речей. Второе, на что хочу обратить внимание в нашем геле, это, конечно, очень богатый состав активных компонентов. Основа геля представлена именно низкомолекулярным полимером хитозана, на основе как раз гликоза аминогликана и хондридина сульфата. Именно они обладают хондропротективным действием и способностью влиять на метаболические процессы, которые связаны с синтезом гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина. Именно это то, что нам необходимо для работы наших суставов. Сырьё очень натуральное, это очень натуральные продукты, то есть здесь нет никакой химических каких-то компонентов. Значит, ещё основной компонент – это экстракт сабельника. Он улучшает питание тканей суставов. Помимо этого, он ускоряет синтез гиалуроновой кислоты, которая тоже нам необходима, уменьшает отёки и рассасывает гематомы. А если рассасывает гематомы, то есть уменьшает отёки, соответственно, это снимается боль. Экстракт белой ивы – это основной компонент, это салицил. Он блокирует как раз образование тоже простагландинов. Это вот ферменты воспаления. Ну а теперь переходим к второй, завершающей части данного видео. Что надо? Вот я сделал набор, подобрал, чтобы уже проще тем людям, которые не хотят думать, разбираться, там лень заказывать по отдельности. Вот набор на три месяца. Разумеется, суставы, тем более смотря в какой стадии поражения, не лечатся за три месяца, на это надо много больше времени. Но можно, соответственно, взять два набора, три, то есть там на полгода себе, или там на больше, или подкупать. Посмотрите, что результат уже какой-то есть за три месяца, и вы уже дальше продолжаете лечение, выбираете сами. В общем, что входит в этот набор? Вот гель для суставов, что самое главное, да? Вот этот концентрат определённых растений, необходимый для суставов. Отдельно я советую и входит в набор сныть. По чайной ложечке, там, два раза в день в салат кидайте. Порошок, это концентрат молекулярной сушки, вакуумной точнее, да? То есть в полной сохранности у всех питательных свойств, лечебных свойств, а сныть для суставов номер один трава. То есть не спорожь, там, не мокриться, это тоже хорошо, но главное тут сныть. Дальше, крапива. Тоже советую, тоже в набор немножко положили. Далее, диатомит, это кремний. Может кто-то убрать из набора диатомит, пожалуйста, если вы будете пользоваться фулевовой кислотой, не путайте с фолиевой. Так вот, фулевовой кислотой с кремнием, да? Пожалуйста, тогда не нужен диатомит этот, в принципе. Что еще советую? Вот прям, давайте так, вот это набор, да? Ну вот, то есть набор готовый, но я советую к набору дополнительно взять вот что. Значит, не все в теме, что такое вот за микросферы, изделия с микросферами. В контексте данного видео скажу следующую вещь, хотя было там больше 10 видео уже на эту тему, и ссылку на этот раздел, плейлист на моем YouTube-канале я вам оставлю, то есть про изделия из микросфер. Можете прямо с старого самого и снизу вверх начать смотреть. Ну, как хотите. В общем, это старая еще советская разработка. Изначально она применялась в ожоговых центрах, там, когда большие степени ожога получали люди, и вот их держали на таких матрасах из этих микросфер. Там, фактически, как в невесомости, это отдельная тема. Но у этих сфер есть еще один интересный аспект. Они отражают инфракрасное тепло от тела человека и возвращают его обратно, усиливая эффект кровообращения подкожного и в глубинных тканях, в этих местах, куда изделия с этими микросферами одеты, приложены. Ну, в общем, ясно. Так вот, есть наколенники, если у вас проблема с суставами коленей, да? Универсальная повязка куда угодно прикрепили. Подушка, пожалуйста. Кто-то накладывает подушку, тоже прекрасный вариант. Ну, а у кого ноги, там есть повязки для варикоза. Ну, а есть тапочки для ног. Очень хороши, помогают. Ну, так вот, если вы гелем для суставов натерли, впиталось и приложили, вот как раз эти изделия с микросферами, плотно зафиксировали, эффективность будет еще выше, гораздо. То есть, разумно это применять совместно? Безусловно. На 100%. Абсолютно точно разумно. Поэтому советую к набору приобрести какие-то вот изделия, ну, на те зоны суставов, которые у вас непосредственно больны. Вот изделия с микросферами. Ссылка на них будет в описании. Изделия с микросферами. Так и будет называться. Нажимаете, там выберите себе, там две странички изделий. Много их. Кстати, для старых зрителей сразу скажу. Вот если вы себе уже приобретали у нас изделия с микросферами, хочу обрадовать, наконец-то мы все-таки по вашим просьбам прислушались, это правильно. И сделали чехлы из натурального, очень прочного материала, но чтобы не грязнились сами изделия с микросферами. Вот такие чехлы, которые можно, разумеется, брать, стирать, чистить, химчистку, как хотите. И они защищают и механические дополнительно, да, и, соответственно, от грязи, жира, пыли и так далее. Пожалуйста, вот на все изделия. Что еще дополнительно можно? Можно применять отвары, травы, например, мокрицы, спорыши. Видео о них у меня на канале есть, там рецепты даны. Что еще дополнительно я бы очень советовал, если условно разделить вот все, что необходимо на три части из материального, да, то первое, это вот этот набор, куда гель входит и прочее. Второе, это изделия из микросфер, которые прогревают и усиливают эффект лечебный. И третье, это коллаген. Ну вот лучшее, что было, да, и есть пока еще. Это изделие компании Дуалайф, мы ее представляем. И коллаген можете дополнительно тоже приобрести, пить. И это, конечно, для суставов, ну, пища. Точнее, строительный материал. Убрав сахар из питания, вообще сладкое все, вы уберете часть воспалительных процессов только этим уже. И еще под видео будут ссылки на грибные лечебные препараты. В общем, под набором, запомните, самое главное, в текстовом формате будет написано мною лично все очень четко, кратко и в то же время подробно. Ну, чтобы вы не запутались, что называется. Ну и на этом, пожалуй, все. Тут больше говорить нечего. Это достаточные меры для всех, кроме тех людей, у кого, ну, какие-то там уже страшные органические изменения с суставами, где там в любом случае без там операции не обойтись. Ну, давайте не доводить до этого. Во всех остальных случаях вот эти комплексные меры помогут точно. Обязательно поделитесь ссылкой на данное мое видео со своими друзьями, товарищами, коллегами, близкими. Возможно, кому-то это мое видео поможет, и вы сделаете хорошее дело. Ссылки на все важные видео, о которых я говорил в той или иной связи или не говорил, я оставлю в описании под этим видео. Вот таким образом вы сможете их открыть на компьютерах или на смартфонах. Приобрести те или иные качественные товары, добавки, все то, о чем я говорил и то, что я не сказал в этом видео, но рекомендую в той или иной связи, вы можете на нашем сайте nadgard.ru. Мы отправляем наши товары, а ваши, соответственно, заказы в любые города России и любые страны мира, где есть почта России, я имею в виду в других странах мира, где она работает. Если вы находитесь в других странах и переживаете, что платежные системы отключены и нельзя оплатить в Россию, не волнуйтесь, вы спокойно оформляете заказ, с вами свяжутся и вы оплатите спокойно представителю нашему в другой стране, в европейской стране. Поэтому спокойно оплатите, а мы вам спокойно вышлем, если работает почта России у вас, наш товар, ваш заказ, вашу страну. Каждый день мы так отправляем, проблем нет никаких. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.